Всем привет! Многопоточная оптимизация игр штука очень тонкая. С одной стороны игры уже научились грузить большое количество ядер, а с другой стороны сильно большое количество ядер им до сих пор еще не нужно. В этом видео я хочу сравнить разницу между 8-ядерным процессором Intel Core i7-10700K и 10-ядерным монстром Intel Core i9-10900K. А также расскажу вам интересную информацию про архитектуру Comet Lake, которую вы точно должны знать перед покупкой процессоров 10 серии. По сути новый Core i7 является все тем же Core i9-9900K. Просто Intel решила немного поменять цифру в названии и как обычно продать то же самое только на новом сокете. На борту Core i7-10700K имеется 8 ядер и 16 потоков, которые разгоняются до 5,1 ГГц. Количество кэша осталось такое же как и Core i9-9900K, а именно 16 МБ. Единственное что частота буста выросла на 100 МГц, что возможно где-то и даст прирост производительности. Кстати есть еще очень интересная особенность 10 поколения, о которой я не рассказывал ранее. Думаю особо внимательно и заметили, что рекомендуемую частоту АЗУ 2933 МГц получили только процессоры Core i7-10700K и Core i9-10900K. Как оказалось это связано именно с самим процессором. Старшие модели получили совершенно новые кристаллы Q0. Также Q0 получил и i5-10600K. Но более младшие модели процессоров основаны на чипе G1, который по сути своей является тем же самым Coffee Lake Refresh, только под новый сокет. Покупая который вы еще больше озолотите как Intel, так и производителей материнских плат. Зачем это было сделано пока не совсем ясно. Младшие модели все равно получили прирост производительности за счет удвоенного количества потоков и поднятия частоты. Но продавать старую архитектуру в новой крышке Intel всегда любили. Так что не удивительно, что это повторилось снова. Поэтому перед покупкой младших процессоров дважды подумайте, ведь это не просто отбраковки от i9-10900K, а совершенно другие процессоры на другой архитектуре. Ну а в нашем случае оба процессора имеют новейшие чипы Q0, и их рекомендуемая частота АЗУ составляет 2933 МГц. Ну а перед тем как перейти к насилию ядер, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Ну что ж, оба процессора тестировались на топовой материнской плате Asus ROG Strix Z490F Gaming. Оперативной памятью служила Corsair Vengeance RGB Pro, которая помогла буститься камням своей красивой подсветкой. За обработку графики отвечала самая топовая видеокарта Polite GeForce RTX 2080 Ti Dual. Все игры тестировались в Full HD при максимально возможной графике. Процессоры работали в абсолютном стоке. Ну что ж, давайте наконец узнаем, так ли нужны дополнительные два ядра играм. В Assassin's Creed Odyssey прирост составил всего три кадра, как по среднему, так и по очень редким событиям. А ведь эта игра очень хорошо умеет распараллеливать нагрузку по всем ядрам. Но как показала практика, 10 ядер i9-10900K ей попросту не нужны. А небольшой прирост полностью зависит от большей частоты ядер. В Battlefield V оба процессора показали одинаковый FPS, что в очередной раз подтверждает, что лишние два ядра сейчас играм попросту не нужны. Однако, если вы во время игры стримите или занимаетесь чем-то еще, то они, конечно, дадут вам какой-то прирост. Однако, мало кто занимается этим, и я думаю, стримеры знают, что им попросту необходимо большее количество ядер. Чтобы полностью углядеть разницу в производительности, предлагаю посмотреть на результаты в CSGO. Из-за очень большого FPS тут наглядно можно увидеть, насколько отстает Core i7-10700K. Однако, отстает он всего на 7%, и это единственная игра в тесте, где была такая большая разница. Ну и в последней игре Red Dead Redemption 2 разницы в FPS также нет. В общей картине видно, что небольшая разница в частотах дает прибавку Core i9-10900K. Но опять же, эта прибавка настолько мала, что разглядеть ее очень трудно. Если подводить итог, то Core i9-10900K смотрится больше не просто игровым процессором, а процессором с запасом на будущее. Или для каких-то определенных задач типа стрима. Брать такой процессор при относительно небольшом бюджете я бы не советовал. Ведь здесь и сейчас Core i7-10700K абсолютно хватает для игр. Да и в будущем его мощности сильно мало точно не будет. Также это касается i9-9900K. Обновляться с него на i7-10700K смысла нет никакого. Кроме нового сокета и чутка увеличенной частоты, Intel не сделали ничего прорывного в 10-ом поколении. А если смотреть на более младшие процессоры, которые являются тем же Coffee Lake Refresh, то и вовсе становится грустно. Как можно настолько по-сфински относиться к своим фанатам, чтобы продавать им фантики за новый прайс, когда старые процессоры уже достаточно упали в цене? В целом i9-10900K все равно остается самым мощным игровым процессором на рынке. По крайней мере до выхода Ryzen 3000XT, тесты с которым я постараюсь выложить как можно быстрее после их выхода. Ну а какому процессору отдавать предпочтение, дело каждого. Напишите в комментариях, стали бы вы переплачивать за дополнительные 2 ядра у Core i9. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok